Это можно немного пропустить, но вот, до сих пор вопросов, но остальные. Дальше. Вот, который я хочу пропустить, но, как только здесь нет, но это не геронтология, как называется, я хочу сказать, а чем же, в общем-то, занимается геронтология и геронтология? Теория, философия, общая геронтология, геронтология, представление, что такое причина и что такое закон, что всегда путает, считает, под причиной выдает механизм, что совершенно не так. Системная анализа, конечно, и герархия структуры старения, и геронтология, математика, передмерение старения, диагнозы, философия, философия, популяционная геронтология, значит, вся гемография, десятки миллиардов случаев для вашего исследования. Фундамент составляет биология, не бывает на продолжительность жизни и современное старение, фистология, физиология, но, в меньшей мере, биохимия, возрастные изменения, которые должны, в общем-то, все оснать. И поэтому быть геронтологом и не быть, в общем-то, врачем, это достаточно натурительно, просто не будут знать, что действительно происходит внутри. Биология развития, программа развития и окончания, да? И, собственно, геронтология. Это экспериментальная геронтология, которая цитирует внимание на те маркёры, что значит на те изменения, которое количественно значимо изменяется при старении, и второе – направление влияния на подолки-пиночечнику. Клиническая геронтология, фактическая, и то же самое, но я обратно, как и искусственное телевидение. Генетика – это про геррия долгожителей. Ну и сопутствующие разные вещи. Гериатрия, у нас, первая, есть, которая, физиология герриатрии, но это не только от сам кандидата до второго медицины, но и биологических. Поэтому герриатрия может вообще не так. Это косметология касается сердца через тысячи лет, кажется, его очень плохо. Нативосевская медицина начала недавно развиваться, и вот это вообще, как развивался, потому что в форме здорового образования практически ничего не могут предложить, кроме некоторых вещей, которые будут демонстрироваться сегодня на сердце. В конце расчетания. И заимствование протезы, росталтанции, слабые клетки, регенерации и так далее. Вот о чем все, в общем-то, и в вас следует говорить, и следует, в общем-то, узнать, когда мы говорим о терапевтологии. Главное, что это системная анализ, вот почитайте, пруды и саран, где все их вкусы, снижаются в первый номер, там открытые все вещи о том, что такое системный поток по отношению к старению и к жизни относятся. Но прежде всего, что сущность, это тихо-либо законы, неконкретные механизмы, сущность старения, свежения общежисленных, особенности. Возраст там, и следение жизненной силы. Поэтому, что такое старение, интересно, давних-давно всем. Отсюда количество измерений о старении, биовозраст это просто изменение функционального ресурса, его снижение с возрастом. И обратный показатель смертность для популяции. Вот комплекс как раз и сказал, что смертность в острове в расчет по экспоненте, это основное запасное старение и в течение двухсотеки. Это одновременно оказывает на причину, а вообще причина саркастика. Хельфик говорит о том, я об этом говорил, но что делать? В общество больше говорит о нем. То есть, если вот прямо в своей статье говоришь, что энтропия, объясняя исправление, Пудин, на декабрь, определяет долгожительство, а вот и тут же говорит, подсчетлив, что неправильная идея дефайна, это налогия, неопределенная, как раз определяет непонятно, так сказать, светит геронтоза. Отсюда единственное противодействие. Смотрите, все очень просто, одно из себя, в общем-то, рассматривается. Ничего не добавит, не убрать. Единственное противодействие старения – регенерация. Регенерация должна касаться всех уровней, молекулы, клетки и органы. Есть ли всеобщая регенерация, как гидра, акула, не встарение. Если нет общей регенерации, там, где ее нет, там имеют вместостарение. Для человека, соответственно, встарение нет. Так как снижение скорости деления клеток в старой ткани, то и регуляторная теория старения, регуляция клеточного деления, кожа, слизистая и так далее тоже имеют вместостарение. Отсюда направление развития теоретологии и противодействия. Просто нам, в принципе, интересно, что мы можем рассматривать, что можно воздействовать. Симуляция регенерации, естественно, общее направление. Это стволовые клетки, факторы роста, центр регуляции мозга, герной инженерии, а также био- и технопротезы. Это, значит, замещение, да? Это, короче, нельзя регенерировать. Ну, и наиболее интересный факт сейчас, постоянное снижение скорости старения со сведения XX века за счет медицины и качества жизни. Это последнее, понятно, если разобрать общую схему процесса старения, то есть, вот общая причина, естественное направление процесса скорого пауза, которое тремя механизмами общего старения реализуется с психотической гиблиной гимн, регуляторным снижением самообновлением. И, в общем, кони, вот здесь элемент, да, он представитель ярких теории накопительного старения, вернее, эндотоксинов, эндотоксинов. Стереж, ну, тереж, ну, в общем, тоже, здесь стахастическая гиблиотекемент является естественно, естественным вот таким ограничивающим фактором, что бы мы ни делали внутри, если не регенерируют, то мы должны, можем только заменить наружу, да, процессом. Вот, например, стоматология решила частную задачу для этого прооптимально, да, даже лучше, чем и красивее, чем естественно. Зато на рекультурное состояние мы можем, в общем-то, повлиять очень быстро и неплохо. И вот, пожалуйста, у нас же патарта, когда восстанавливается сниженная скорость роста и омолаживается организа человека с первой на мышце второй на человеке за счет эффективных препаратов, которые стимулируют в общем-то, так и крепостный рост. В цепле реализуется огромное количество механизмов, которые порядка трех соды называют не понимая теории настроения, на самом деле это механизм, который сглокируется с синдромом, аналогичным синдромом при разнице болеваниях, поэтому, во-первых, мы сейчас имеем нарушка средства средства действия настроения, во-вторых, они в общем-то и используются. Вот вам последний слайд. Снижение скорости старения со средины 20 века, 30-е и 2000-е годы, как видите, со средины 20 века начинается и продолжается до сих пор наиболее выраженно для среднего возраста. для лечения возрастных заболеваний это очень часто и длительно. Вот мы тут и видим пламение с 50-80 и длительное изменение с 50-80 и длительное Таким образом возможности терапологии и антивозрастная медицина будут развиваться без принципиальных прорывов постепенно за счет других наук а также повышением качества жизни что имеют место быть и что геронтологи не видят не хотят знать что кровоя плана на то что уже происходит. А что можно сделать сейчас? Вот давно я бы вам предлагал собственно предложение и тракторарный гипноз как ревернизация возвращает не только психические восприятия но и романальный фонд и достаточно длительное его использование плюс для других аутофенеров позволяет не только почувствовать позволит нам не только почувствовать молодость но и реально весьма возможно возвратить ее. Для этого не нужно вообще никакого финансирования нужно организационно работать для привлечения в общем-то технологов которые могут работать но вот интересно кто-нибудь может хочет при не отвечающего организационной работе привлечения но организация группы не хотите 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 вот потом как не пути а вот сейчас будем болтать то есть прорыва не будет какой прорыв может прорыв будет сказать знаете как создать новый мир как другого как мы знаем